Одним из первых изобретателей термометра был итальянский ученый Галилея Галилей. В 1603 году он изобрел прибор, даже отдаленно не напоминающий современный термометр, и назвал его термоскоп. Прибор представлял собой стеклянный шар, заполненный наполовину водой, и выведены из него стеклянные трубки. Трубка была поделена на деления, которые условно обозначали градусы, так как шкала еще была не изобретена. Принцип работы такого аппарата был основан на изменении температуры, и атмосферного давления. Соответственно показания такого термометра были довольно-таки относительны. И только в 1641 году был пущен в производство термоскоп, в котором в качестве термометрической жидкости, вместо воды был использован подкрашенный спирт. Такой прибор стало возможно использовать на улице при минусовой температуре. В 1724 году немецкий ученый Габриэль Фаренгейт предложил использовать для измерения температуры, одноименную шкалу Фаренгейта. На основе данной шкалы были пущены в производство ртутные термометры. Его шкала и сейчас используется в ряде стран, в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Ямайке. Со временем приборы совершенствовались и изменялись визуально. В 1742 году шведский ученый Андреас Сельси запустил в обиход свою шкалу, но его молодой ученик Мартин Стример совсем немножко подкорректировал изобретение своего учителя, перевернув в данную шкалу. Ее там и привыкли видеть на современных термометрах. В 1860 году английский ученый Уильям Кельвин разработал и предложил свою модель шкалы. Эта шкала и в наше время успешно используется учеными. Она очень удобна для проведения опытов в разных сферах науки, благодаря своим специфическим параметрам. Вот такой долгий путь казалось бы обычного термометра. Продолжение следует...